Метод кнута и пряника может оказаться самым эффективным способом решения экологических проблем. Предприятия-рекордсмены по загрязнению воздуха и воды накажут рублем, а тем, кто перейдет на экологически чистое производство и переоснастит цеха современным оборудованием, предоставят налоговые льготы. Об этом заявил представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов на Невском экологическом конгрессе, который проходит в Петербурге в Таврическом дворце. Мы уже ввели экологические сборы, штрафы, и мы объявили, что эти штрафы будут расти в геометрической прогрессии. Если ты за два-три года ничего не сделал, значит штраф увеличивается вдвойне. И в конце концов это приведет либо к разорению этого предприятия, надо открыто называть вещи своими именами, либо прокуратура их просто принудительно закроет. Вот и все. В центре внимания Урал, где больше всего промышленных предприятий. Для сравнения, один магнитогорский металлургический комбинат выбрасывает в атмосферу 300 тысяч тонн вредных веществ, как все предприятия северо-запада вместе взятые. Петербург больше не входит в число городов, загрязняющих Балтику. Раньше Санкт-Петербург был и считался в Европе одним из основных загрязнителей Финского залива. Нам удалось построить очистные сооружения и главный городской коллектор, в результате чего на сегодня Петербург является единственным мегаполисом мира, который очищает 98% сточных вод. Самая острая проблема для России – свалки. На ликвидацию одной уходят миллиарды рублей. Поэтому участники делают ставку на экологическое просвещение. Это главная тема Невского конгресса. Нужно менять менталитет со школьной скамьи и внедрять зеленые образовательные программы. Говорили о введении в оборот зеленых облигаций долговых инструментов для привлечения средств на экологические проекты, например, связанные с возобновляемой энергией. Этот способ уже доказал свою эффективность в Европе.